Ну вот, произошла определенная мутация, и смотрим в течение нескольких поколений, будет ли соблюдаться правило Харди-Вайнберга. Помните, согласно правилу Харди-Вайнберга, что с аллельной частотой должно быть? Она должна сохраниться конструктором. Сначала мы работаем с доминантными мутациями, редкий случай, но бывает. Ген мутирован, и получена сразу доминантная программа. Программа, которая будет проявляться в любом случае. Если уж она есть у носителя, она пройдется. Итак, смотрим. В первый случай доминантная положительная мутация. Вопрос. Через десяток поколений. Так, частота встречаемости данного аллея останется согласно Харди-Вайнберга постоянной или изменится? Причем увеличится. Причем увеличится резко. Частота встречаемости возрастает. Потому что плюсы получают все носители. Если уж заработал, от родителей эту мутацию получил по наследству, то ты получил плюс. Хорошо. А теперь берем тоже доминантную, но отрицательную мутацию. Будет ли срабатывать правило Харди-Вайнберга или аллельная частота изменится? Уместится. Уместится. Крайний случай отрицательной мутации называется летальная мутация. Мутация несовместимая с жизнью. Но если она проявляется, так скажите, пожалуйста, можно ли летальную мутацию передать во второе поколение? Нет. А вот, к сожалению, есть хитрый случай. Дело в том, что, для любви, не все мутации проявляются прямо с момента рождения. Хорошо. Допустим, у человека мутировал геноплысение. Ранее потеря волосы появляется генетически. Скажите, пожалуйста, я не говорю про летальность пока. Вот скажите, пожалуйста, у малого ребенка, у юноши, девушки, у взрослого человека проявится ли как-нибудь мутантный геноплысение? Пока нет. Да пока нет, он просто не включен. Так что включается он когда? В первую половину жизни или в вторую половину? В вторую половину жизни. То есть, на самом деле, не все гены в вашем геноме одновременно включены. Да? Есть такой печальный, конечно, случай. Один из первых, когда налетели на так называемую отсрочную летальную мутацию. На зверофермах в очень многих странах научились выращивать самых разных песцов, норов, имеющих самую разную окраску шерсти. Оставляли и отбирали мутантиков. В природе такие существа погибали. Ну, а людям было занятно, что норка голубого цвета. Существует десятки самых разных стандартных, выведенных в стандартные породы, цветовых вариантов. Так? И вот есть такой случай. Можно взять абсолютно альбиносную, белую полярную лисичку песца. А у настоящих альбиносцев какого цвета глаза? Красная. Красная. У них нет пигмента радужки, у них вообще нет пигмента. Поэтому просвечивают кровеносные сосуды, глазик красненький. Нос какого цвета? Белый. Откуда черный? Черный пигмент. И не белый. Кровеносные сосуды есть у нас? Красный. Розовый, розовый, розовый. А шерсть белая. Вот это такой альбиносный лисенок. Так? Есть вариант частичного альбинизма, так называемая крестовка. У лисы крестовки глаз черненький, носик черненький, вся шерсть беленькая, но вдоль по хребту идет черный ремень и две черные перепадники в районе поиска конечности. На лопатках черно-оперечное пятно и на крестце. Отсюда название крестовка. Так? Если посмотрите на какие-нибудь шубки планкины модниц, так, то сможете увидеть почти наверняка меховые изделия сшиты как раз с таких шкур. Вот с таким закономерным узором. Так вот, дело в том, что если скрестить две такие лисички друг с другом, то родится абсолютно белый лисенок, но с голубыми глазами. Является ли он чистым альбиносом? Нет. Глаза глупые, значит, все-таки пигмент есть. Значит, там другой, несколько, другая растасовка кенка идет. Так вот, эти белые голубоглазые лисята живут счастливо и вполне наполненно до двух месяцев. В возрасте два месяца и несколько дней со стопроцентной вероятностью умирают. Но с чего? В чем дело? А дело в том, что такая группа сцепления, понимаете? Сцепленное наследование. Да. Ага, в группе сцепления у этих ребят, как раз у такого расклада, оказываются ферменты, оказываются гены, кодирующие недостаточность пищеварительных ферментов. То есть такой лисенок нормально умеет переваривать только один единственный продукт, материнское молоко. Поэтому, пока его мама кормит молоком, с ним все чудесно. Но никакую другую пищу, кроме материнского молока, он просто не может переварить. Вот это вариант летального гена, только сработает он не в момент рождения, а когда? Когда? В момент рождения. Ну, значительно положено. Хорошо. А теперь представьте себе гены, которые летальны, которые вызовут смерть, но которые активируются не до полового созревания, а после полового созревания. Вот в этом случае есть ли шанс передачи такого гена потом? Есть. Известно несколько таких заболеваний у человека, но когда человек является, по сути дела, обреченным, помочь, во всяком случае, пока помочь ничем нельзя. У этого человека рано умер один из родителей, но после того, как он был зачат, достаточно быстро произошла смерть, и сам он, опять же, вне зависимости от всех медицинских операций, умрет примерно в таком же возрасте. Есть такие отсроченные летальные гены, но их, по счастью, очень мало. Не просто мало, а очень мало. Так? А большинство? Хорошо. Есть у нас доминантный летальный ген. Ну и все. Он не будет передан дальше. Если ген не летальный, а просто понижающий жизнеспособность, что будет с частотой его встречаемости через 10 поколений? Уменьшится. Резко уменьшится. То есть шанс получить за традицией такой исключительно низкую. Один на многомиллион. А вот теперь с интенсивными аллелями игра будет другая. Итак, берем такой же случай. Интенсивная положительная аллеля. Оказывается, что проявление этого аллеля дает очень существенный бонус. Так? Через 10 поколений частота встречаемости этого аллеля изменится или не изменится? Бумать. Изменится нам мало, не так сильно. Именно так. Через 10 поколений появится некоторое количество бонусиков, поэтому аллеля. Ой, да. Появится. Выигрыш они получат? Да. Получат. Поэтому возрастание частоты встречаемости произойдет, но значительно медленнее. А вот через 100 поколений, например, оно тоже очень сильно возрастет, потому что их будет больше. Ну, конечно. Но в любом случае. Просто скорость по днему графику. В каком случае выше? В первом. В первом. Здесь, конечно, намного выше. Итак, здесь возрастание частоты встречаемости есть, но небольшое. И теперь, самый интересный для нас случай. Перецидивная отрицательная аллеля. Что нужно ожидать? Ну, через 10 поколений они на сегодня появятся. Частота встречаемости останется в прежнем или уменьшится? Уменьшится. Носители гомозипотных лайк-муалеля будут получать минусы, незачеты, плохо размножаться. И частота встречаемости этого гена будет падать. Так? А вот теперь берем летальный, рецессивный ген. Мы знаем, что его проявление вызовет смерть. В случае доминантного аллеля, там все строго. Его просто нельзя передать дальше будет. А в случае рецессивного? Что будет в случае рецессивного, летального аллеля? Через 10 поколений он исчезнет из популяции? Нет. Будет он до сих пор насильный. Через 100 поколений? Насильный всерыв. Через 1000 поколений? Они останутся. Ребят, рецессивный ген, даже летальный, неуничтожим. Естественно, отбор до него не может добраться. Просто. По какой причине? В каждом поколении он будет оставаться в какой форме? В геноваре. В гетеразиготе. А ведь гетеразигота не имеет никаких минусов. Она нормально существует. Она просто своим детям это дело передаст. Итак. Вот этот случай. Отрицательный рецессивный ген. Является одним из важнейших. И особенность его поведения нам очень хорошо понимает. Естественно, отбор с этим случаем сделать ничего не может. Так. Есть одна сила. Про это силу мы не на этом занятии, а через занятие поговорим. Которая может отрезать вот эти рецессивные хвосты. Сила совершенно чудовищная. По своей, ну я не знаю, жестокости что ли. Но это единственное, что существует в природе, позволяющая действительно избавляться от рецессивного груза популяции. А сейчас, исходя из вот этих вещей, которые мы записали, мы с вами выпишем одну закономерку. Для начала представим себе, ну вот тот же самый у нас модельный эксперимент. Взяли популяцию зверей, завезли на необитаемый остров, к ним никто не подселяется. Мы точно знаем генетику всех завезенных. Итак, исследуем ген А. Знаешь, что все будем забыть. Через некоторое время у кого-то из жителей этого острова может произойти мутация? Да. Может. Возникнет вариант аллеля А. Скорее всего, этот вариант будет рецессивным. Мы это с вами говорим. Отлично. А теперь, через десяток поколений, уже не у того, кто мутировал, а у отдаленных потомок этого зверя, может ли опять мутировать тот же самый ген? Да. Конечно, да. Почему бы нет? Результат этой мутации будет отличаться от А большого. Да. Да, от А малого. Да. Да. Это будет какой-то новенький аллель. Назовем его Амалая-1. А еще через десяток поколений, может ли опять произойти мутация этого гена? Может. Амалая-2. А еще Амалая-3. И так далее. Абсолютно такая история, допустим, с признаком окраска глаз у людей. Сколько всего можно выделить вариантов окраски глаз у человека? Основной. Основной. Основной кукол десятка выделяется, и десятка четыре дополнительных. Так. Ну, самое вам известное карие глаза, так называемые черные, на самом деле лучником на карие, голубые глаза, синие глаза, серые глаза, рыжая звезда. Знаете, что это такое? Да. Ага, рыжая звезда очень распространена, кстати. Случай, где вроде как-то. Вот радужка, вот врачок. Радужка имеет светло-серую окраску. Кстати, особенно светлые глаза люди, если посмотрите в глаза друг к другу, увидите, что радужка-то ведь окрашена очень неравномерно. Она распространена на микросектор, и каждый микросектор имеет свою собственную окраску. Так, значит, при рыжей звезде, общий фон радужки светло-серый или светло-глубой, вот здесь, по краю, по самому, более темно окрашено, иногда совершенно черное кольцо идет по краю, вот так. А в районе зрачка, вот так, вот, скопление рыжего пигмента. Вот такие власти. Если обратить внимание, наверняка у кого-нибудь из вас знакомых, рыжая звезда, луга. Так? У тебя же звезда. Хорошо. Значит, голубые глаза, светло-голубые, серые, светло-серые и так далее. То есть, десятка вариантов насчитали. Скажите, а у каждого из вас, из этого возможного десятка вариантов, в вашем личном геноме, сколько вариантов записано? Два. Два. Один вы получили от папы, второй от мамы. Итак, вот это множество, которое я выписал, будет называться множественный популяционный аллель. Множественный популяционный аллель. Формируется это множество со временем, за счет мутации. За счет мутации данного гена. А теперь давайте подумаем, какими особенностями будет обладать это множество. В случае, когда у нас только два аллеля, ну, как в школьной генетике, да? Есть папа и мама, папа дал один аллель, маму второй аллель. Там все понятно. Один доминантный, второй аллель, сильный, все слабо. Вот в этом случае. А большое доминирует на а малое. Отлично. А теперь берем а малое два. А вот этот аллель, доминантный или рецессивный? Несмотря с кем сравнить. О-о-о-о, уже интереснее. По отношению к кому он будет доминантным? А три А4. А, три А4, А5, А6. По отношению к вот этому хвосту, а два доминантный. А по отношению к 1 А2? А рецессивный. Рецессивный. То есть понятие доминация и рецессивность, это понятие относительное. Доминирует по отношению к кому. Отлично. А вот теперь такой вопрос насоображал. Вот мы исследовали племя Тумбу-Юмбу. Выяснили, вот у них есть популяционная аллеля, некоторая крупная. Племя древняя, давно жила, успела накопить много вариантов данных генов. В какой части вот этой генетической записи можно ждать неприятных аллелей? А аллели, которые сопережены с наследственными заболеваниями? В нижней части. В нижней части. Самая высокая вероятность, болезнетворная, кто из них? Назовите, назовите. Вот в этой зоне. Вот они определенные. В чем дело? Помните, вот мой расчет, я вот только что стер. Что будет с частотой встречаемости рецессивных отрицательных аллелей? Он не исчезнет, но не исчезнет. Значит, эти аллели будут встречаться реже всего популяции. Понятно, что загналы в самый конец списка. Вот это часто встречающиеся аллеля. Допустим, у 60% популяции выявляется аллель А большого. У 32% популяции аллель А малая. У 5% популяции А малая первая. У 2% А малая вторая. А вот здесь что-то встречаемости. Какие будут? Меньше процента. Меньше процента, а очень часто десятый, сотый, тысячный процент. И ясно, что как раз здесь, в рецессивном хвосте, и будут накапливаться все те древние мутации, которые приводят к резкому снижению жизнеспособности организма. Почему? Почему им на того не будет? Еще раз. Посмотрите, пожалуйста, какая судьба отрицательного рецессивного аллеля. Что с частотой встречаемости? Он уменьшается. Она уменьшается. Уменьшается. А мы этот список составим не только по возрасту, но и по частоте встречаемости. Самые редко встречаемые варианты. А вот самое последнее. Во-первых, самое последнее, а во-вторых, кроме самых последних, которые просто не успели накопиться, кто еще там будет? А почему они редко встречаются? Если мы знаем, что аллель древний, но встречается очень редко, что это значит? Значит, что он сильно отрицательный рецессивный. Это понятно? Да. Ну, допустим, все генгемофилии, они уже здесь сидят, ну и масса всяких прочих больших неприятностей. Здесь же в рецессивных хвостах список. Продолжение следует...